Здравствуйте, меня зовут Алексей Дмитриев, я житель Хима, гражданский активист и юрист по образованию. Сегодня был суд о недопуске граждан на заседание совета депутатов по административному иску Ярослава Некрасова. И честно вам скажу, что я был на многих судах в Химкинском городском суде, и, как правило, по моей деятельности это суды против администрации, суды об оспаривании решений органов власти. Такого цирка я, наверное, не видел в своей практике никогда. Дошло до того, что судья сам уже заговал вопросы администрации, совета депутатов в попытках разобраться, как же все-таки осуществляется пропуск людей. Почему на публичное слушание любой человек может пройти, показав паспорт и записавшись, на заседание совета депутата нет, а чтобы попасть в картинную галерею, там еще тебя и должен проводить туда-обратно сотрудник службы безопасности и с тобой там еще походить. Вскрылось, собственно, то, что нам уже было давно известно, но теперь это вот еще и вскрылось на суде, что правовые акты администрации, муниципальные правовые акты, то, что верскает наш совет депутатов, то, что администрация, так сказать, готовит, написано исключительно криво и непрофессионально. В них не предусмотрен целый комплекс всевозможных случаев. То есть, например, судья спрашивал у администрации, а вот если жители узнали о каком-то важном событии, что там непременно нужно в тот же день, что заседание проходит, на него прийти, то каким образом, значит, они должны администрацию увегомить, как администрация утверждает, что ее должны увегомить? Администрация сказала заранее, но в тот же день, в тот же день, но заблаговременно. И, в общем, конечно, видна логика, которой они руководствуются в своей деятельности. То есть, это не гласность, не публичность, не открытость, господи, забудьте. Они сами сказали, не создавать стихийности, чтобы, значит, вот синдром вахтевра, тащить и не пущать. Ну, суд, естественно, об этом вынес частное определение о вот этих всех многочисленных огрехах. Это очень хорошо, я очень рад, что это определение появится, потому что будет возможность с депутатами проработать ошибки вот эти, негачеты в документах. Сделать так, чтобы таких ситуаций просто не создавалось, потому что я вот реально не понимаю, зачем все время наши депутаты и администрации сами себе в высокую траву подкладывают грабли, чтобы получать ими понусы и удивляться, а как же такое вышло. Никогда такого не было, и вот опять.